Слушай, ну это на самом деле страшнейшая вещь, вот это толпы эффект. Извини, ну я же просто понимаешь, это же как у врачей, да, у них есть там юмор своеобразный такой, знаешь, особо там, ну... Патологоанатом. Да, да, патологоанатом, вот хотелось. Это, так тут у нас тоже своя кухня, понимаешь, то есть, ну, я-то вижу, то есть, ну, беспрекрас, да, там, грубо говоря, как бы там, какие-то простейшие манипуляции, будь то в монтаже, да, вот что я тебе говорю, ты будешь, нет, там, типа... Это когда ты искренний, когда ты там вот, как правильный человек, да, то есть, ты там понимаешь это. Ну, поверь мне, 4 года я там, сколько записал там, 300 видео, да, там, честных вот этих, что-то там душу вкладывал. И кроме, ну, редких друзей там каких-то вот, кто напишет, а так все время, фу, урод, старый, жирный, там, и так далее. Как только склеил какую-то фигню на коленке за 5 минут. Все, подписки. А, канал. Выброс. Я... Знаешь, ну, кто они? Я согласен с тобой. И у меня канал, вот это, не потому что эти, понимаешь, вот ты сиди и выбирай. Если ты гонишься за подписками, если ты гонишься за этим, то ты либо дай какой-то продукт, да, вот как Михаил Хазин, экономический обзор, да, дает, да, там, у него 200 тысяч, что-то, ну, извини меня. Человек 2, да, пфу, ты что. Ну, смотри, я... Либо, 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 я говорю, либо ты, как говоришь, либо, как понял, либо с умными, либо с красивыми. Здесь можно, понимаешь, я тоже думал об этом. Я вообще, когда вот сейчас вот размышлял про проект, да, ну, про его вот саму идеологию и потенциальный, да, обхват, вот, у меня, я понял, что, да, скорее всего, это будет просто, там, не знаю, минимальное количество человек. И здесь либо надо с этим смириться, ну, либо, либо, ну, как бы, вот, достаточно, да, поскольку, ну, идеи зарабатывать на этом никаких нет, то надо просто с этим смириться, либо, значит, сделать вот симбиоз некий, да, то есть, ну, например, творческий контент, который вот, ну, от сердца делать, как он делается, на небольшую аудиторию, ориентируясь, и добавлять к нему горяченького контента, да, на слободневную тему. Ну, вот, вот то, что сегодня, там, вот, понимаешь, мейнстрим, да, то, что вот сейчас вот обсуждается, и добавляем, там, ну, опять просто ты пишешь в названии, да, что, ну, в ролике обсуждается, там, кат своего расследования ФБК. Да, тогда будь любезен, выдели мне квадратный метр на стене твоей, под спутник, потому что нам нужны будут все-таки трансляции с какие-то, именно перекачка файлов, вот эти общения, потому что, не, ну, например, запускай, я знаю, что там будет у нас, там, на каком-нибудь, там, небольшом качестве, да, в каком-нибудь, там, зуме. Тебе нужно просто контакт, чтобы прошел? Мне нужно, чтобы, я понимаю, как будет это выглядеть, да, например, вот то, что ты говоришь на злободневный день, вот сейчас я приехал, да, там, проделал, там, километров, там, ну, понял, да, там, это затраты тебе в меня встречать, мне ехать, да, и это часто не получится, если это... Дневная тема еще всего лишь, что день-два. Да, и, понимаешь, новостная тема, это она вот сегодня есть, ее обсуждить можно, завтра уже все, ее все переживали, послезавтра про нее забыли уже, что ее поднимает, а у тебя только тут закачается, что аудио, которое я тебе записал. Если, конечно, не заработает, мне вот этого. Так вот смотри, и вот мы, короче, ставим вот эту же площадку, мы, как бы, ну, понятно, там есть тариф гигабайтной струны, то есть гигабайт, чтоб ты понимал, мы можем его делать с твоей стороны аудио. Вот в WhatsApp ты можешь открыть, например, да, в моем степени это, и тут поток сделаем, ну, пускай мы поговорим два часа, и бог с ним, этот гигабайт уйдет. Брат, я могу выйти здесь вот 8 километров? Зачем? Ты сидишь, подожди, занимаешься делом, плетешь, перебираешь, вот, подожди, да, ну, конечно, там, ну, каким-то таким. И параллельно мы с тобой беседу ведем, то есть ты занимаешься тем, чем надо заниматься, не отвлекаясь. И мы с тобой, например, звонок, да, списались там, тему, да, ты там, хочешь о ней поговорить, я подготовил, по этой теме вопросы, как Михаил Хайзин созванивается, например, в Америке он там какому-то толстому там этому парню, он вообще занимается этим, знаешь, кем, этим частым детективом, деятельностью. Нет, и мне очень нравится, как они общаются. Он просто накидывает вопросы, а Хайзин их разворачивает. И твоя интерпретация, она, возможно, будет интересна, потому что, ну, некий вот этот взгляд. Я понял твою мысль. Скажи, пожалуйста, мы можем организовать телефонный разговор? Если... Телефон-то есть, мы же спокойно разговариваем по телефону. Микрофон сюда купили, и все. Потом нам мега-качество-то нам, может, и не нужно. Ну, можно, наверное. Ну, нет, с какого-нибудь начнем, конечно. Нет, просто это одно дело вот это там, ну, как-то вот что-то там порезать, там вот это трудиться, да, что-то там приехали, там раз год, еще что-то, это одно. Другое дело там переписываться, да, там вот это там, еще что-то, озвучки, это другое. Ну, вот, а лайвстрим, он, знаешь, он менее энергозатратный, потому что и времени у тебя уходит мало, и монтажей никаких не надо, там, если уж какая-нибудь совсем фигня какая-нибудь, ну, там, грубо засунул в редактор, вырезал кусок, и все. А вот когда ты там начинаешь вот это подходить, ой, и это все, понимаешь, я вот даже приеду, вставлю, посмотрю, там, вот только скачать, там, три часа, понимаешь, потом это все, потом оно зарендерится, потом это все, сидеть, смотреть, что-то где там, как там, кто-то чихнул, бухнул. Ну, это отдельно, это отдельная история. И это все, это надо просто иметь время, понимаешь, на это, энергию, силы и желание, вот, а оно не всегда есть, ну, именно, все вместе, понимаешь, обычно что-то не хватает, и ни одного, бывает, что есть силы, нет желания, нет времени и нет сил. Ну, может быть, я, видишь, сейчас этот самый, может, как это, закончу, там, со своими вопросами, может, у меня будет, там, денежка на тот же камп, да. Лайв, лайвстрим. Ну, я не про лайв, лайв, с лайвом понятно, я тебе предлагаю установить вариант телефона. Да, подожди, а как мы его включим? Телефон? Нет, это все равно будет запись. Ну, пусть, что она будет, пожалуйста. Нет, лайвстрим надо. Нет, ну, ты что, онлайн? Ага. А потом там, типа, появляются аудитория, в чат, и они что-то писать начинают, вопрос дают. Я тебе прочитал, нет, я тебе прочитал, то, что заготовка, потом, ты там, не отвлекаясь, я тебе, там, выбрал, то, что, ну, считаю нужным, да, из того, что они написали в чате, и говорят, вот там, Вася из Новороссийского вопрос задает, такой-то, вот тоже, кстати, что ты по этому скажешь, Вася. И это круто будет, то, что это интеграция, понимаешь, во-первых, аудитория. Я имею в виду, что сразу вопрос. Конечно. Сразу вопрос, сразу вопрос. Если, да, это как-то так, а вот это все, оно, блин, я просто уже по опыту. А я, а если я на связи, какая проблема? Ну, смотря на какой связи. Ну, более-менее, наверное, да. Ну, сорвался чат, сорвался. Ты связи по сотовой, да? Ну, надо подумать, надо просто посмотреть, какие есть. Ну, я уверен, что технически это вполне, ну, существенно. Какой у нас, брат, ловко с тобой получается-то. Это просто по-ля-ля, по-ля. Что, еще базу? Держит? Да, хорошо. Вы что, может, краба? Ты хочешь, давай, конечно. Конечно. Давай. Я же прикалываюсь. Ты, надо, знаешь, как это, меня поугавали три раза. Ну, вот, скажешь, ну, пожалуйста, ну, давай. Как бы это, неудобно мне. Это же дорогой подарок тебе от души. Глост, Камчатка. Да, да. Настоящий подарок отличный. Брата. А вывалю я его вот в такую миску. Может, прям с банки. Ну, давай посмотрим, что получится. Вот так вот сидишь в пустыне тебе, братья. Это подарок. Брат съездил специально на Камчатку по льготному билету за 7000 рублей. Перелет через всю страну, субсидируемый. Заранее покупал. Просто пробзяться? Просто вот, ну, что там вообще? Расширить по кругозору. Да. Видел косаток. Сумасшедшие цены на номера. Ну, хостел какой-то там 4 что ли, или 10 тысяч. Койка, да? Да. Вот. То есть прилетишь дешево, но обдерут тебя там. Ну, там субсидированные эти самые. Подарок брата. Чё это? Можешь? Я подарил. Ну, говорит, обалдеть. Говорит, я обалдел, какая у нас страна огромная. А воду точно выливать надо? Ты же после крабика. Уж ей пить надо. Примочки делать. Слышно глаза от мешков. Я выкалываюсь. Я выливаю. Нифига себе смотри. Не, сюда давай. Смотри. О, крабовые палочки. Только с крабом они. С треской. Ммм. Запах. Ммм. Запах-то какой. Краком пахнет. Ну, чё, давай я вывалю тогда в миску. Давай прямо отсюда. Так там бумажка как её. Нет? Ну, давай. Да, конечно. Давай, давай. Да. Может, здесь давай вывалю. На камеру. Здесь, ну, блогерская тема. Вот как. Давай прямо. Скажут там, где ты из-под полы. Делай как надо. Мммм. Как надо. Шляп. Вот так и надо. Слушай, прямо ты же это из-защупали, да? Ну, так это, это прямо настоящий камчанский краб. Богославляешь? Ну, да. Очень, очень большая, большой рак. По вкусу. По вкусу. Похож на крабовую палочку из Петерочки. Очень похоже. Если бы не вот эти. Не, неплохой. Не, вот это. Ну, на рыбу похож он. Однозначно. Круто. Слушай. Надо будет легким благодарность. Объявить. Ну, они так-то дорогие эти банки. Знаешь, что там. Правда, я в цикле видел, что там полторы тысячи. Там смотреть не на что. Наверное, столько же. Ну. Я думаю, да. Да. Там на местности, я думаю, что они просто подешевле, да? Ну, конечно. Хотя не факт. Не факт. Не факт. Да. Да. Напишите в комментариях, кто ел краба. Нравится, не нравится. Потому что я, ну, в салатах, наверное, ел. Был всяких там этих. Индих. Такой танец. В Таиландах. Там. Это. Лобстеров. Ну, что-то они какие-то денег стоили всегда. Жаба душил мне там 50 долларов. Платить там. Ну. Морской гад. Ну, чё ж. А евреям, кстати, нельзя, да? Ну. Мы же это нельзя. Моллюсков, крабов, вот это всё. Ну, я имею в виду, и... Все, что без чешуи. Как их называть-то? Никашерный. 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 Да. Ну, что там... У нас можно. У меня нет. Так. Вот это твоя. Я потому что уже кусок съел, большой. Вот это. Давай я вот это даю. Вот и всё. И нету билла. Нет, отличный. Нет, да не прежде, что ты её дождался со мной. Я съезжу. Подгон такой. Ммм. Ты знаешь, что я этот гастрофурист. У меня все, все места через желудок. Ммм. Брат, ну... Я-то тоже? Не, ну... Ну-ка, с пивком. Честно тебе скажу. Знаешь, ты рассказал, что я весил 100 килограмм, да? Да я тебя особо не помню. Что я помню, ты уже мотогонщиком был там, ты уже сушился там, веса сгонял, чтобы там эти 100 грамм лишние на треке. Мой килограмм стоил 5000 евро. А? Каждый килограмм? Мой каждый килограмм стоил то ли 2, то ли 5 тысяч евро. Почему? А по скорости, по деньгам? Нет. Именно... Короче, это я рассчитывал. Разница между... Ну, по весу, между диском колёсным. Легкосплавным. И каким-то супер. Легкосплавным. И она была, типа, 2000 евро. Ну, то есть, грубо говоря, такой диск 1000 евро, такой 3. А-а-а-а. А разница в килограмм весе. Просто чё? То есть, ну, тут борешься за... переплачиваешь и жжешь гамбургера. Там смысл. Да-да-да. Это имеет смысл, когда ты и сам сушишься, и там технику сушишь. Да. У тебя и результат там, блин. Нет. Чё там, первый в городе, что мы ещё... Ну, да. Был в первом городе, в своём классе, но ничего особенного. Ну, для меня-то, знаешь, я всегда, когда тебя в примере станет, да, он... Чемпион Питера. Да, ну, как коробки, коробки у меня с этими кубками, конечно, это и есть. Ну, ничего серьёзного я себя не представлял как гонщик. Ну, среди всех моих знакомых, ты самый серьёзный гонщик. Если бы, конечно... В своём классе. Если бы, конечно, заниматься, то... Ну, конечно, ну, конечно... Ну, конечно... Ну, я начал молиться... Откуда летать-то, а? Выходишь, и его не прилетало. А-а-а... Там такое, там, лампочка... лампочка. Я увидел, там мотыльки. Можешь выключить? Вон, видишь, всё в мотыльках. А-а-а. Цельвячки как. А ладно, мне страшно, чё тут. Вон, у меня липучка теперь висит. Молиться стал, и чё-то у меня кураж сразу прошёл. В общем. А эти дела-то? Вот как обратился к Господу, всё. Страшно стало. Кураж прошёл. Перестал ездить сразу. Купил хайлюкс, да? Я купил хайлюкс, я хотел заниматься профессионально. А ты его под мотик взял? Я вложил миллион в мотик ещё. Мотик в миллион стоил, ещё миллион вложил. Подготовился к сезону. Поехал в Эстонию на трек ещё в мае, когда все треки закрыты были. Первые тренировки. Потом начал ездить в Москву, собирался в Казань, собирался на чемпионат России. Но что-то всё ездил, ездил, и всё хуже и хуже. Всё страшнее и страшнее. Короче, буквально. Одна гонка. Ну и гонку в Питере одну провёл. Занял уже в профессионалах. Ну третье место там у меня было. Но уже я с профессионалами гонялся. Первый сезон начался, да? Ну и по питерским меркам я уже как-то... Слушай, а Лёва он профессионал? Лёва, у него, извини меня пожалуйста, у него третье место в покупку Санкт-Петербурга. Не, он же какой-то там... Ну он в супербайке, да. Он в профессионале. Он тебя же там как тренер был неким. Ну да. Наставник какое-то время. Ну это как этот самый... Вы там и сошлись на этой почве, да? На мономотиках. Да. Он как не тренер, он как инструктор по вождению, но это речь шла всё-таки о городских... Да, да. Инструктор. О, я помню, что... От городской естей это... Ну, через Ярошенко. А потом он офигел, как мы ездим. Он говорит, как так вообще? Как у вас такие показатели по времени? То есть мы в сток тысячи, да? Мы обгоняли супербайк. Ну, в следующий уровень по времени. Мы быстрее ездили. Нас запустили в одну гонку. Профессионалов и полупрофессионалов, да? И третье место в профессионалах, если бы он участвовал в нашем зачёте, он бы не попал бы в тройку даже на... Короче, на... То есть вы их отжили? Ну, мы соревновались каждый в своём зачёте, но по времени мы, короче, обогнали третье место. Три мотоцикла. Да, супербайка. Три ехала быстрее, чем третье место в супербайке. Три стоковых литра. Не я один, понимаешь? То есть это был такой период. Это Андрей и ещё, я забыл его имя. Ну, вот он в Спарте. У него такая команда гоночная, Спарта назывался. Он Спарта был там. И вот мы гонялись там. Четверно он был. Андрей, ещё один человек. И вот ещё с Андреем товарищ был. Андрюху я просто хорошо запомнил, потому что парень такой хороший. Но правда у нас потом с ним экстез получился на гонке. Я его обогнал по внутреннему кругу. Цепанул? А он меня не увидел. И когда он лёг на меня. Представляете, мы идём до мотоцикла. И он меня касается. Он испугался. И дёрнул рулём. Ну и ушёл. Уброс? Да. Ну так, без последствий, без ничего. Меня хотели даже дисквалифицировать за этот манёвр. Потому что сзади ехал как раз его приятель, с которым мы потом и рубились. В основном. И у него камера стояла. И он этот момент заснял. Тебя признали невиновным? У меня как раз сказали, да, всё правильно. То есть человек обогнал, виноват всегда тот, кто сзади. То есть ты молодец? Да. То есть я всё правильно сделал. А я действительно ничего не могу сделать, потому что я его уже не вижу. Я его уже обогнал. А на камере это как раз было хорошо видно. Потому что я его обошёл. Ну по внутреннему кругу. У нас очень, вот в Питере очень, две вот больших таких вот улитки. Я там был? Улитки мы называли это. Но они очень затяжные. И конечно мы тогда вот, я помню с Лёвой приехали, над нами финны вообще угорали. У нас огромная практика по улиткам, а у них улитка одна. Ну там, большая вот такая, на треке. Вот. А мы на этих улитках раскатаны. То есть мы там финны просто как стоящих делали в этой улитке. Но, вот этот вот перепад высот, всё. Я лично вставал сразу, мне просто всё сжимало сразу. Да, вот. Когда ты не видишь, куда ты вылетаешь вверх, ты только знаешь, что тебе надо вылететь в эту точку. Но здесь уже тебе надо влево там или вправо, потом влево надо было куда-то сразу уходить. Но ты не видишь куда-то. То есть ты летишь просто в небо. Да? И ты точно... Снаряд. А она отрывает прямо? И тебе надо знать. Нет. Никуда она не отрывает. Но тебе надо... Там не такой большой уклон. Но ты не видишь перспективу. То есть ты понимаешь, что ты сюда влетаешь. Сейчас у тебя там двести. Идёшь по памяти. Понимаешь? И тебе надо помнить, что здесь тебе надо закладывать. Ну там тоже надо накатывать. И это да. Ну там надо накатывать. Но в улитках мы как стоячих там... Нуoo ну, где то не один, не два. ariamente улет А в улитке идём и там 5 человек обьезжаешь в улитке. Ну вот мы с Лёвой тогда съездили тоже, такой, на шару так проехали, конечно, потом в Эстонии я попал, уже всё чётко, меня там на Растамушку отправили. А что? Короче, надо декларировать, когда переезжаешь границу, что ты будешь вывозить обратно, чтобы тебя не записали, это как то, что ты вывозишь. Опять то же самое. Иначе плати Растамушку. Там же ограничения по весу. Ну ладно, мотоциклы, у нас на них документы есть. Ну просто транспортное средство и транспортное средство. Ну у Лёву это спортивный инвентарь был, как зарегистрировано. Ну там же ещё куча всего, там палатки, колёса, инструменты, ящики, короче. Ну полный прицеп двухосный, напитанный. И мы туда едем, будете что-нибудь декларировать? Да ничего мы не будем, что нам ничего не надо? Ну смотрите. И потом, когда я вот так вот уехал в Финку, я на таможне, давай, пиши. И всё. Стоял до двух часов, мы там два часа только нас отпустили. Заплатили за Растамушку, это у меня был один только ящик. Неполный прицеп, там с палатками, там со всеми пирогами. Просто один ящик. А тогда мы просто на шару с лёвом. Сколько заплатил? Ну я не помню, какие-то деньги. Небольшие. Неприятно просто, что прождали, она, знаешь, так этот... Типа Финка? Нет, русский. А, да, всё ещё. Со стороны. Когда возвращались, она говорит, у меня смена заканчивается, через полчаса я вас оформлять не буду, ждите другой. Через час она не хотела вас оформлять. Короче, мы уже в ночи там. Ну я хороший человек, вопрос. Какой человек есть, такой человек, слава богу. Ну смысл в том, что мы с Лёвой тогда обратно ехали, и к таможнику открываем. Таможник толстый такой. Ну, на российской таможнике. Обратно. Открываете прицеп. Открываем, а он битком. Два мотоцикла, там палатка. Ну всё, короче, все пироги. И говорит, и как я буду там вам пролезать и смотреть? Поверь нам на слово. Номера. Мы говорим, ну мы можем вытащить его. А у него очередь стоит. Он говорит, ну ладно, приезжайте. На документы наш посмотрел. Не стал ничего. Он и растамаживает нас. Хотя можно было нас растамаживать. Я с тем же ящиком ехал. На финской границе мы тогда хорошо прошли. Ну, просто про счастливую случайность. На самом деле, нас надо было там прихватывать и серьёзно, и надолго. И на большие деньги. По весу, по всем делам. Да. Ну, я тебе говорю, молиться начал всё. Не тянет вообще, да? Слушай, ну, это же глупость большая, конечно. Риск для жизни. Ну, а так сюда купить какую-нибудь тендуру? Мотивация в чистом виде гордыни. В чистом виде. Вот это вот. Как танцы я тоже. Танцы, 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 танцы. Если ты не начинаешь с собой любоваться. Танцы, да? Танцы, да? Да без разницы. Ну, я понял. Вообще без разницы какие танцы. Если ты не умеешь с собой любоваться. Если ты не наслаждаешься тем, что любуешься собой. Или тем, как тобой любуются другие. Всё. Никаких успехов не будет. Надо именно вот. Ну, моё частное мнение, я не настаиваю. Сейчас вот разговаривал с режиссёром по поводу актёрского мастерства. Они, знаешь, вот просто безапелляционно и в один голос. Ну, про актёров все нарциссы. Все нарциссы. Безапелляционно, вообще без вариантов. Ну, просто люди, выбирающие такую профессию. Ну, нарциссизм. То есть я нарцисс. Да? Если ты актёр? Ну, я собирался. Там даже ходил, вспомнил. У меня там все пророчили. Давай, давай. Ну, понимаешь, я тоже думал. Но. Мне просто все в один этот голос, там, учителя. Типа, ты этот, клоун, цирковой или куда-то актёрское. Ну, это другое. Это другое. Нет. Актёр – это лицедей. Вот. Ему надо, понимаешь, уметь вживаться в эту роль, да, совершенно другого человека, не себя. Вот я сейчас поиграл, я тебе говорю, мне даже… Вот ты подойди к колодцу, там, с ведрами. Да я не хожу с ведрами на колодец. Понимаешь? И всё. Подстриги траву. Ну, покоси траву. Я вынес бензокосу. Бензокоса не катит. Давай неси настоящую. Я говорю, так это видно, что я… ну, не умею косить-то. Ебать. Ебать мне сразу. Так видно, что на экране, то что… Ну, постановочный, постановочный. А мне не знаю, я же не знаю, как косит. Ну, так, мне понравилось. Ну, видно, что, конечно, это самое… Может быть, формат друг какой-то там. Не-не-не. То, что постановочный, видно было. И я после вот этого… После этих съёмок… О-о-о-о, брат, всё, прости. Не, ну, что… Вот это косяка. Задут нягели. Ждите. Слушай, хватит. Давай, брат. Не надо. Ну, прекрати. А что, торопишься? А-а-а. Давай, тогда эту штуку доставай. Давай попробуем хотя бы проработать. Ломает! Ломает! Как это? Ну, ты понял, короче. Я могу дать тебе свой телефон. Мы уже в нём посмотреть. Почитать… Почитать… Почитать каналы какие-то. Брат, давай, на светлое время. А ладно, где я там сейчас буду в темноте? Чего тебе этот… Настраивать какие там эти… Ну, там же сантенны надо правильно работать, все закреплять. Наверное. Ну, вот так что, вот, наверное, обратно. А-а-а. Да? Какая яблика. Ммм, вкусно. А почему убивается эта… Мальда? Слата, я думаю. А-а-а. Слата. Слушай, щётки зубные не взял. У тебя нет жвачки? Ты же всё время банками брал их. Ну, она в машине. Хочешь, дам себе зубную щётку. А-а-а. У меня есть. Пас подошли, Патя. Зачем? У тебя много зубной щёток. Тогда хочу. Что ты ещё подумал? А почему там жвачки пожилил? Я не взял по линии своей. Позаворачивать, думаю, там чё, одну щётку, там, да, что-то… Что-то, что-то… Попыха, там, я говорю, мне это не стоять не спортило. Ну, не спортил, ну, знаешь, какое-то такое ощущение было, что, знаешь, что-то дорога как-то не складывается, знаешь, вот с этого. Поругался я, что вчера это всё не сделал. Ну, просто, ну, оправдание у меня сметана. Что, ну, я же не буду сметану, да, в холодильник туда-сюда носить, там, ну, понимаешь, да? То есть, ну, вот сейчас я там всё загрузил, сложил в пакет, занёс в холодильник, включил в холодильник, включил в розетку и поехал с этим совсем. Как бы, со спокойной душой. Всё-таки это, знаешь, молочка – это не шутки. У нас человек так отравился, один этот самый молочкой, приходил, рассказывал. Голь, извини, я на секунду. Если я забуду, или мы забудем, заговоримся, и ты вспомнишь об этом, значит, вот, найдёшь коробку на стеллаже, вот, который слева – стеллаж, найдёшь коробку. И там, в коробке, ну, увидишь там всё – это порошки, зубные пасты, зубные щётки, выбери чуть-чуть. А там у тебя этот склад, да, получается, пищевой? Это селёдка там, да? Ну, рыба. Ну, я там храню пока, да, пока здесь места не было. Это первая партия просто крупную, которую я сделал за раз, так, чтобы, ну, экспериментировал, могу ли я себе заготавливать за один подход, за один заезд, рыбы на несколько месяцев. Ну, и как? Вот, я обработал 20 килограмм, это мне на 2-3 месяца. То есть, в ежедневный рацион у тебя, да, рыба? Ну, на ежедневный, но… Ну, как ромя простого там всяких? Да, 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 да. Ну, то есть, то, что нужно. А так у тебя в рационе рис, да? Рис. Основной? Да. Рис и масло. Масло – это растительное? Ну, то есть, для келейной жизни этого вполне достаточно. Как же 20 лет без ели? Ну, кто может, конечно. Я 20 лет без ели? Кто это? 40-40. 40-40. Нет, всё ясно. Пойду я отсюда. Да, это поиск Святогорец, по-моему, так был. Или… Ну, кто-то, да, это из Святогорска. Святогорский Патерик. Ну, брат, что делать? Вот мы обсуждали этот… Танюшка мне пишет, говорит, что ты думаешь вот… Если… Родители, когда ребёнок ударился об дверь, начинают ему «Ой, какая плохая дверь!» «Ай-яй-яй!» Я говорю, ну, я считаю, что это глупость и деструктивное воздействие на ребёнка. Ну, мы последнее вот с Игорьком, со вторым ребёнком, да, то есть, получается, мы стали… Мы заняли более жёсткую позицию, ну, как… Сейчас, наверное, можно подумать со стороны, да, но вот тех, кто вот такой вот совсем трепещет-трепещет, да, над детьми, ну, как курица, да, над дейцом, что называется. И мы перестали, например, вот Игорьёк падал, мы не подходили, его не жалели. Не поэтому он злой такой. И не поднимали. Он вырос самостоятельный, понимаешь, сам-сам-сам. Есть минус, может, в этом. Но я тебе говорю, это было умилительно, когда вот маленький ребёнок, да, вот, любой… Ну, любой, ну, любой, не знаю, да, ну, вот в основном стандартная реакция. Ты упал, заплакал. Все побежали. А этот – нет. Этот – упал мелким. Он только уходить учился ещё. На асфальт, руками. Представляешь? Кладем руками на асфальт маленький ребёнок падает. И вот этот, знаешь, вот, просто без разговоров, раз, встаёт, вот так, с ручками, и дальше пошёл. Знаешь? Да, он крепкий такой. Вот такой вот мужик рос. Да, есть минусы, но я не думаю, что это именно конкретно воспитание. Нет, это конкретно вот просто… Он был такой с детства, сам-сам-сам, понимаешь? Вот этот замечательный момент, когда он… Сидят они с Костей, мелкие. Этот ещё говорить не может, Игорь. Костя, я не знаю, сколько он там был, три годика. Раз ему под затыльник, Игорь. Я сижу, наблюдаю с дивана, что он сделает. Илья тебе рассказывал эту историю. Игорёк, знаешь, вот, это секунда. Игорь сжимает свои ручки, маленькие кулачки, но детские кулачки, ничего не может. Понимает, что ими он ничего сделать не может. Он говорить ещё не говорит. Сидит с ним за одним столом. Костя что-то делает, а он собирает черепашек, значит, вставляет в эту фанерную доску такую. Ну, надо, чтобы черепашку вставить, надо подобрать нужный размер черепашки, ну, по гнезду. И там вот такая фанера. Короче, он эту фанеру берёт, и Костя по рукам, моментально. Никто его не учил. Он, ну, не держал инструмента в руках ещё никогда. Я понимаю, я понимаю. То есть это какие-то... Это авторитетный будет человек в определённых руках. Я говорю, там, талант хранить не надо. У каждого, каждому вору возможность украсть, каждое яблоко вместо упасть. Ну, вроде как он нацелен больше всё-таки на экономическую деятельность. Германда мне рассказывал, что души наших детей, они составляются, как и тела наших детей, из вот этих такого симбиоза, да? На момент зачатия. На момент зачатия. А если брать момент зачатия Игоря, то это как раз рассвет моей деловой активности. Это я на Мальте, понимаешь, ем лобстеров, пью шампанское, да, сижу в фойе пятизвёздочного отеля, значит, руковожу чем-то там в России. То есть, ну, это был, да, такой близко к апогею, то есть, ну, не близко, но... Ты на Мальте Костю зачёл, значит? Да, да, он натеец. Игорька. А, Игорька. Да. Костя, чисто питерский. Левашёва. Левашёва. Левашёвска. Мы жили в ней. В мире, любви и согласии. Как это было прекрасно. Прекраснейшие годы моей жизни, вообще. Аминь. 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 Ну, у нас, действительно, у нас были тогда отношения, вот как у психологов это называется, папа-дочка. Чётко вообще. Ладно, давай про это не будем. А я, честно тебе скажу, я... Я это публиковать буду, я всё-таки это вас всех знаю. Это обсуждать, мне кажется, не надо. Я себе пометил выписать всё-таки все те... Просто, может, что-то, понимаешь, зайдёт? Установление? Все те установления. Всё-таки есть разговоры общие, а есть какие-то такие уже глубокие личные, и они могут неправильно восприняться потом в каком-то контексте. Там, ну, чтобы тебе, там, навредить, или тому, кто послушает. Там, ты же дашь, например, что-нибудь ты там сейчас скажешь, как ты в своём репертуаре, и её это может ранить тебя объединить. Не надо. Поэтому, ну... Ох, слушай, они такие-то, если я бы что-нибудь плохое говорил, ну... А, для тебя это нормально, а тут может ранить, понимаешь? Почему тогда можно вообще молчать, брат? Нет, про личные... Вот какие-то вот эти глубокие... Так... Ну, не, ну, человека может ранить, я там высказался про либерализм, а его там задело это как-нибудь... Кого? Не знаю, слушателя. Нет, ну, слушатели, он не будет тебя слушать, если ты будешь это его заслужить, ну, не удовлетворять его зрительской, целевой... Спросу, понимаешь? Вот у тебя будет свой спрос, свой зритель, понимаешь? Одни будут слушать, там, одного, другим тебя, понимаешь? А тут же тебя, может, и не слушать, просто по-любиву, знаешь, а вот, там, посмотреть что-то, а тут раз как вот тебя подняли, и что-то это... Не потому что, чтобы ты сейчас что-то сказал, а потому что, что вдруг, ну, что-то, понимаешь? Я просто передвижу какие-то вот эти... И некоторые, вот, есть, да, момент, то есть, я его, как бы, это, расставляю... Брат, ну, тебе виднее, я спорить не буду. Я просто не очень понимаю, когда разговор ведется, вот, знаешь, ну, или, ну, полемика, да, вот, обсуждение, без обсуждения, вот, личного опыта, мне непонятно, да, если мы затрагиваем, мы говорим всегда о личном опыте, как любую тему, то я не знаю. Ну, какая, на пределе. Ну, у меня в компот пойдет. Она, ну, как бы, в любом случае, это... Тут, ну, с одной стороны, я тебя понимаю, с другой стороны, я не понимаю, а что тогда говорить. И когда у кого-то, у финнов, да, это поговорка, что если не говорить о жизни, то не о чем говорить. Не знаю. Вот и я не понимаю, понимаешь, если я не могу говорить, ну, полностью искренне, откровенно, ну, в корректных, конечно, формах выражая то, что я хочу сказать, то... Ну, у тебя что-то... Что-то опять разбилось. Что-то говорить. Да. Ну, я просто, видишь, зацензурить буду немножко в плане какой-то своей тоже момента. Это чисто же я... То есть ты к этому вообще над небольшое внимание. А у меня есть какой-то, знаешь, вот это внутреннее какое-то обсуждение, вот это... Еще что-то я... Я просто, понимаешь, это же, ну... Ну, я. Да. У меня что-то раскоробнуло. И я тебе позволил себе, точнее, тебя тормознули. Понимаешь, что ты же этого не видишь, и, может быть, действительно, я зря это сделал, но с другой стороны, каробнуло же, значит, что-то есть. Ну, вопрос восприятия. Да. Я в прошлый раз сказал, вот в этом фильме, да, вот тебя коротнуло про то, что соблазн страшная вещь, и лучше такому человеку повесить себе камень на шее и броситься в море. Тебя это коротнуло? Нет. Не знаю. А сестер коротнуло? То есть ты пропустил бы контент, который коротнул бы. Потому что у тебя он не коротнуло. Поним? А их зацепило двоих. И серьезно. Ну, я говорю, ну, это Христос так сказал. Я единственное, что... Так, подожди. Уточнил, Христос не совсем так сказал. Он в одном месте сказал... Ты в виде проповеди, это про житие, бытие. А не личный опыт из человека. Нет. Это личный опыт, это наши жизненные важные установки. Понимаешь? И они имеют значение намного больше, чем мы обсуждаем, там, я не знаю, даже если мы обсуждали интимную жизнь. Понимаешь? Ну, вообще там какие-нибудь там, не знаю, подробности. Понимаешь? Эти вещи, конечно, они для христианина еще важнее. Он должен понимать, да, что если он соблазн, да... И я сказал, что, да, лучше бы такому человеку утопиться, совершить самоубийство, у людей возникает вопрос. Ну, слух резануло. Мне самому тоже это резануло. Слух, когда я это вот не сам произношу, а слышу вот, ну, с этого самого... С экрана, да? Ну, как, с внешнего источника. Мне резануло. Я говорю, ну как, вроде как Христос так сказал. Полез. Получилось, что нет, не совсем так Христос сказал. То есть, Христос сказал, что тому, кто вот, ну, соблазняет одного из малых сил верующих, да, в меня, ему лучше было бы, чтобы его, короче, вот, повесили камень на шею и в море бросили. Ну, то есть, утопили. Типа, убили, а не убился. Да, не убился сам, а утопили. Но я, как бы, в этот момент так не усёк. Я говорю, ну, ребят, ну, и сёстрам он отписался, что, типа, я говорю, сёстры, давайте вот... Компот пойдёт потом. Воспримите так, что этот самый... Да, не будем искать. Вот. Воспримите этот вопрос так, что, ну, если уж человек решил погибнуть, да, совершить грех, ну, соблазн, да, ну, то лучше бы ему погибнуть просто самому, одному. Ну, то есть, это, да, это дорога в ад, но... А если его убили, ну, Христос сказал, лучше бы вы его убили, значит, Христос благословил убийство? Он умер бы не раскаянный, понимаешь? Такие вот такие люди. Это тоже же в ад. Так нет, ну, в ад ему и так, и так. Да, вот правильно так. А люди-то, которые утопили. Да, могут и так подумать, что, а, значит, Господь благословил убивать таких людей. Я не думал, кстати. Да, я не думал, да, поэтому мне не нужен оппонент, брат. Причем мне нужен оппонент с другой точкой зрения. Понимаешь, вот если бы мы разговаривали сейчас со священником, нам было бы неинтересно, мы не выдали бы нового контента. Почему я тебе говорю, мне надо оставаться монахом, простым монахом, не принимать священный сан. Понимаешь? Конечно. И разговаривать с простым, и разговаривать с простым мирянином. Понимаешь? Да. Потому что гениальнейшие вопросы, и молодые ребята там, вот я смотрел лекции, гениальнейшие вопросы задавали. Просто гениальнейшие. А ему там 20 лет. Да, да. Понимаешь? Я что-то тоже видел. Ну, заблачитель там кого-то, там что-то. Ну, он богословский вопрос хороший задавал. Именно, что касается именно, ну, эти темы обсуждали все и все. Не-не-не, ты будешь ешь, не добрал-то. Что ты? Гость витаминов. Короче, да. То есть перспективы есть, я считаю, что найдутся тем, кому будет это интересно. У нас, видишь, получается, что у нас не ведется полемики с точки зрения вот обычного размышления. Ее очень мало ведется. А если ведется, то очень мало. Ну да, типа авторитетом давит там. У нас, да, ребята. Вот делайте так и все. Причем все равно этот самый ведется, ну, своя линия какая-то, свое понимание. Причем они могут между собой там собачиться. Это да. А вот дискуссия, ну, хотя, может, в каких-то воскресных школах там можно вопрос задавать и быть более интимным. Ну, как бы вот так с этими людьми. Можно, можно. Реально, реально, многие вопросы реально не задаются. Интереснейшие вопросы просто не обсуждаются. У меня есть определенный список. Угу. Этих вопросов? Да. Которые можно поднимать и, имея обратную связь с людьми, да, можно еще набрать и поднимать, именно обсуждать. В том числе... А что, мы два ведра перебрали? Нет, еще. А, еще. Я уже думал, давай. Извините. Мы только вот тебе ведро еще подготовили. Сейчас готовим. Так, братка, я сейчас паузу поставлю. Здравствуйте, братья и сестры. Христос посреди нас есть и будет. Данное аудио записываю для того, чтобы вы лучше могли понять, какой концепт, да, какая идея канала этого. Основная его идея состоит в том, чтобы мы могли обмениваться мнениями в свободной форме, без ругания, корректной, значит, по духовным вопросам, по житейским вопросам, в рамках размышлений над ними христиан, и не только. Всех желающих. Я приглашаю вас к диалогу. Буду выкладывать в аудио форме, как самый информативный. по моему мнению, какие-то ролики, какие-то идеи в них высказывать. Будут видео, видеобеседы с моим братом, христианином, который живет, идет семейным путем христианской жизни. Я сам монашествую, и я прошу вас со своими комментариями, вопросами, поучаствовать в нашей дискуссии. Я прошу вас заранее прощения за простоту высказанных мыслей. Ничего академического не планируется в этом проекте. И в связи с осознанием, конечно, своей немощи, по поводу того, что мысли, концепции, которыми мне хочется поделиться, или которые хочется обсудить, я не вполне неполноценно их могу описать, высказать в речевой форме то, что я чувствую, думаю по тому или иному вопросу. Поэтому очень вас прошу, если вам что-то резонуло слух, если что-то вам непонятно, убедительно прошу вас, задавайте уточняющие вопросы, чтобы помочь нам понять друг друга, помочь мне стать лучше, нам стать лучше. Храни вас Господь. И помните, в любви нет страха. Это лишь важная программаológica. Также океан, в отличие от того, что, конечно, есть большая ق brand, как легко республика. Продолжение следует...